Спокойный режим. Именно в таком формате прошли эти муниципальные выборы в Алтайском крае. Напомним, самые масштабные во всей стране. В этом году неожиданных сюрпризов или громких заявлений не было. И даже горячая линия была не такой уж и горячей. 11 сентября всего лишь 18 обращений поступили по телефону. И связаны они были в основном с тем, а как же найти свой избирательный участок или как проголосовать без прописки. 16,7% обращений в этот день, именно три обращения, касались порядка голосования вне помещения. Время уже более позднее. Мы только вспомнили, что не вызвали урну для голосования нашей замечательной бабушке. Например, да? Как, куда позвонить, куда обратиться и так далее. Но, по словам Ирины Акимовой, одна подозрительная ситуация все-таки произошла. Не успел избирательный участок открыться в городе Барнауле. Всего лишь один единственный избиратель пришел, первый замечательный женщина, прекрасно, в 8.20 утра. И опустив первые два бюллетеня в урну для тайного голосования совершенно пустую, ну вот сразу же почему-то вдруг кому-то показалось. Ну и, наверное, потому что их два. Вот первые выяснили для нашего уважаемого наблюдателя, что не один, а два бюллетеня будут получать в Барнауле. Они разноцветные, большие. Добавим, что вчера в день выборов результаты голосования так и не огласили. Это объяснили занятостью председателя избиркома. Но сегодня окончательный результат такой. В Барнауле абсолютным лидером стала партия «Единая Россия». Она набрала почти 48% голосов. На следующем месте КПРФ и их 15,5%. Затем «Справедливая Россия за правду» почти 9%. Чуть больше 8% набрали партии «Новые люди» и «ЛДПР». Остальные голоса распределились между коммунистами России, партией пенсионеров, партией «Зеленых» и «Родиной». По всем 21-мандатным избирательным округам победившими кандидатами являются кандидаты, выдвинутые избирательным объединением политической партии «Единая Россия». Пороговый 5-процентный барьер преодолели только 5 партий. Остальные представлять свои объединения в Барнаульской гордуме не будут. И среди уже известных лиц в БГД теперь появится партия «Новые люди». По словам экспертов, новых лиц в Барнаульской думе после этих выборов в принципе станет больше. Новых лиц было очень много в списке каждой партии в Барнауле. И при этом все они в большей степени находились в диапазоне 30 до 40 лет. Вот как раз мы увидим молодую обновленную думу города Барнаула. Как подчеркивает Ирина Акимова, большинство жителей города провели эти выходные по своему усмотрению. И речь сейчас идет не о голосовании. Поэтому, если сравнивать итоги 2017 года с выборами 2022 года, то явка отличается всего лишь на 3%. Поэтому, как говорят в избиркоме, говорить о тенденции снижения явки на данный момент не приходится. Мария Мацаева, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком.